Простой как бы как ребенок. Бородатый, пузатый, лысый, мордатый и большой. Как говорить, как ходить, как что-то держать, как применять орудия труда. Это тоже его как бы проблема, благо, что предки жили трудно, нелегко, все время помирали. Ну, может, поэтому у них там толщина черепа росла. Там, ой, шлепнули ребенка, ай-яй-яй, что делать? Это что-то из ряда вон выходящее, но обезьяна важнее, потому что так дядя с бородой сказал. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о прошлом и о детях. И о том, как прошлое влияет на детей, а как дети влияют на будущее. Про мозги древних детишек мы знаем благодаря, во-первых, сравнительному анализу. Мы смотрим на детенышей обезьян, мы смотрим на детей современных людей и мы смотрим на археологию. То есть, как вели себя эти древние дети. И видим, что массу всего дети делали как взрослые, но как бы немножечко понарошку. Известно, например, древние игрушки. Это уже скорее как бы в сторону развлечения. Но все древние игрушки повторяют взрослые орудия. То есть, скажем, маленькие наконечники, такие же, как у взрослых. Маленькие копьеметалки, такие же, как у взрослых. Маленькие выпрямители копий, такие же, как у взрослых, но только маленького размера. Хотя иногда были, конечно, игры-игры, например, в одной из пещер есть следы ног детей, которые бегали за каким-то там мечиком, прыгали, ну и это прямо игра. Но чаще всего это была тренировка, строго говоря, подготовка к будущей жизни. А это сказывалось на ускоренном развитии мозга. То есть у маленького ребенка мозг небольшой, потом где-то между тремя годами и семью со страшной скоростью развивается. И примерно к семи годам достигает практически взрослого значения у современного человека, после чего не меняется почти совсем. То есть где-то к шести-семи годам размер мозга современного ребенка достигает 95% взрослого состояния. Ну а потом еще там лет 10 догоняются последние вот эти 5%. А тело в это время остается еще детское. И так называемый церебральный тип роста, когда мозги резко обгоняют рост тела. Потому что задача у ребенка вести себя как взрослый. А то, что он физически не может, это уже как бы проблемы, да, ну он как бы научится. А связано это с тем, что у нас задач намного больше. То есть наша жизнь по сравнению с астралопитеками или проконсулами намного-намного сложнее. У нас гораздо больше статических задач в жизни. Поэтому и учиться нам нужно дольше. То есть нужно догнать размер мозга и структуру, а потом уже на нее навешивать какой-то функционал. Ну как бы загружать эти нейронные сети какой-то конкретной информацией. Что, собственно, и происходит. И такой тип сформировался еще у первых хома. Это важно, это существенно. Ну а соответственно развиваются всякие внутренние структуры мозга. Первейшим образом развивается лимбическая система. И биохимическая система, обеспечивающая функционирование этого самого мозга. То есть это прежде всего память, чтобы голова хорошо работала, чтобы запоминать информацию. А нам очень важно запоминать информацию, потому что в первые несколько лет жизни мы запоминаем больше, чем за всю оставшуюся жизнь. То есть как говорить, как ходить, как что-то держать, как применять орудия труда. Ну и если обезьяне такой информации как бы не сильно много надо в голове держать, просто как двигаться и как есть, то у нас намного больше, потому что у нас видов деятельности гораздо обширнее набор. И у древних людей этот набор уже, очевидно, был настолько большой. То есть даже если взять первых хабилисов, у которых казалось бы галичная культура и совсем простые орудия, тем не менее уже потребности в росте мозга были человеческие, потому что тело-то еще частично обезьянье на самом-то деле. И лимбическая система – это более такая архаичная как бы вещь, но частично это тоже про память, частично про обоняние, частично про эмоции. Ну и детишки неспроста лет примерно до семи все воспринимают эмоционально. И, ну, то, что называется непосредственно, такой вот простой, как бы, как ребенок. Когда вот это мне нравится, это мне не нравится, это я хочу, это я не хочу. Ну, вот так вот все прыгает, и никакой сосредоточенности нет, и быть не может. Ну, потому что все быстро переключается. А примерно с шести или еще лучше семи лет появляется уже некая устаканенность, упорядоченность в голове, когда ребенок может постигать информацию целенаправленно. Когда у него есть сосредоточенность, и он может выучить то, что нужно выучить. И, судя по всему, у наших предков до такой стадии мы дошли где-то вот между этими хабилисами, или там родльфинисами, и людьми гильдбергскими. Ну, где-то вот в этом интервале. Ну, судя по тому, что мы видим по черепам этих самых древних людей. Но был некоторый момент, вот от самых первых хомо, примерно хомоэргайстеров, до людей работающих, когда тоже тут было некоторое несоответствие. Заключается в том, что все-таки темпы роста тела были еще немножко как бы похожи на обезьяне. А мозги, в принципе, были маленькие. То есть темпы роста мозга уже вроде бы почти как у нас, а абсолютный-то размер еще не такой прям большой. Ну, на примере мальчика из нарекатомии это здорово видно. У этого самого мальчика из нарекатомии размер тела уже почти взрослый. Ну, то есть ему там чуть-чуть осталось дорасти, чтобы стать прям всем взрослым. Ну, вот. И размер мозга тоже почти взрослый. Но этот самый размер мозга меньше килограмма получается. Ну, вот. То есть это диаметрально противоположная система, чем у нас. То есть у нас маленький ребенок в 7 лет получает уже взрослые мозги, и они уже большие. Ну, там, больше килограмма. Ну, вот. И ребенка можно уже всему учить, но физически он еще как бы слабенький, маленький. И если он что-то делает неправильно, если он пытается вести себя еще как обезьянка, его можно приструнить, поставить в угол, погрязать пальчиком, вот. И как-то физически поругать и привести его в чувство. Он научится чему-то. А он взрослому сделать ничего не может, потому что он просто маленький. Вот. А у хомоэргастеров взрослые размеры мозга были 800-900 грамм. И этот размер, он как бы слишком невелик. Ну, то есть он на грани человеческих значений вообще, в принципе-то, находится еще. Ну, вот. Получается, что когда подросток уже в размере тела вырастал в взрослого состояния, а размеры мозга были еще почти обезьяне, происходила нестыковочка. И если такой недоросль, а мозгами еще почти обезьяна, начинал вести себя, собственно, как обезьяна, его пальчиком не погрозишь, его в угол не поставишь, потому что он сам тебе пальчиком погрозит и поставит. Потому что его олимпическая система, она действует вот так вот эмоционально. Хочу, не хочу. Вот. И взял и там долбанул дубиной по голове. Ну, может, поэтому у них там толщина черепа росла. И как у них вот это выстраивались отношения отцов и детей, когда детишки по интеллекту обезьяни размером уже с отцов, большая загадка, честно говоря. Ну, может быть, довольно долгое время оно как-то так странно регулировалось, но, видимо, компенсировалось тем, что и взрослые были простые и незамысловатые. И ни о каких там правах детей, что там, ой, шлепнули ребенка, ай-яй-яй, что делать? Давайте в тюрьму сажать, там, ювенальную юстицию водить, там, всякая такая ерунда, да? Ничего этого не было. Ну, собственно, проломы на черепах этих древних детей тому свидетельством. Так что, естественно, отбор шел по полной программе. Вот. Это не призыв, не делайте так. Мы уже не пятикантропы, не хомоэргастеры. У нас все гораздо гуманнее и лучше получается. Но, тем не менее. Ну, и вот это эволюционное прошлое, оно в нашем поведении сквозит везде и всюду. Ну, вообще, принцип формирования мозга, даже если отойти уже от древних вежелудей в более глубокие времена, он формируется по полной программе в связи с эволюционным вот этим прошлым. Почти все структуры нашего мозга можно разложить на три этажа. Ну, иногда их называют там архео, палео, нео. Или там в начале палео, потом архео, потом нео. Это там для разных частей по-разному делается. Ну, это так понятно, но дело условное. Но закономерность очень простая, такая незамысловатая есть. То есть, более древние структуры мозга, они, как правило, запиханы куда-то в серединку этого самого мозга. И они отвечают за самые простые, незамысловатые и при этом самые важные функции. То есть, то, что находится где-то в глубине, оно самое древнее, самое важное и самое простое по стилю исполнения. Самые новейшие структуры мозга, эволюционные, продвинутые, они находятся на поверхности. Занимаются чем-то вот этим самым эволюционно продвинутым, но при этом жизненно не принципиально важным. И очень сложно как-то работают, так что мы понять этого не можем, как это работает. Например, самая дремучая структура нашего мозга – ретикулярная формация, расположенная в самой середине нашего мозга. Она есть и в спинном мозге, и в протоколатном, и в заднем, и в среднем заканчивается. Ну, в среднем она еще есть. И, по сути, это, она почему называется ретикулярная? Это сеточка из нейронов. Там и тела, и дендриты, и аксоны, все вперемешку есть. По сути, это сетчатая система гидры какой-нибудь. Вот самый-самый примитив, какой только может быть. Регулирует дыхание, кровообращение и, безусловно, защитные рефлексы. То есть, то, без чего жить нельзя. Без дыхания, кровообращения, вот этих безусловных рефлексов защитных жить не получится. Ну, без дыхания уж точно. И это самая глубокая штука. А самая новая штука – это новая кора конечного мозга, которая находится на поверхности, которая думает, которая работает как-то невероятно сложно, и понять мы это не можем, потому что пытаемся понять ей же, собственно, и которая появляется только у млекопитающих. А максимального развития достигает именно у человека. И вот она снаружи. А в середине что-то среднее. Ну, и на каждом этапе можно тоже разделить. Ну, тоже кора, например, она делится на палеокортекс, архиокортекс, неокортекс. А есть еще какие-нибудь подкорковые ядра, которые в целом более древние, архаичные, более дремучими вещами занимаются, чем кора. Но сами по себе делятся тоже на палеостреатум, архиостреатум, неостреатум. Ну, и мозжечок можно также разложить на архиостребелиум, палеостребелиум, неостребелиум. И если смотреть, чем все эти части занимаются, ну, допустим, в мозжечке, самые древние части занимаются движениями туловища, это уровень миноги. Вот как бы такая червеобразная ерунда, даже без плавников плывет, и там как бы сильно много движений не надо. Более продвинутые элементы занимаются движениями уже конечностей, например, ну и там головы, шеи, там жаберного аппарата. Ну, то есть это уровень уже такой более-менее нормальной рыбы, у которой есть какие-никакие плавники, жаберный аппарат, ну, шеи еще толком нету, да, но жаберный аппарат имеется, и голова немножко как-то двигается. А самые продвинутые части мозжечка занимаются уже сложными движениями. Уже движениями пальцев, там всякой вот этой вот моторикой хитроумной, равновесием. То есть это уровень тетропод четвероногих, когда уже такое полноценное собранное существо. Ну, то же самое вот в подкорковых ядрах. Самая древняя часть – это какие-нибудь самые базовые там тоже рефлексы и незамсоватые движения, а там регуляция агрессии, например, какой-нибудь мендельвидный комплекс – вот самый-самый примитив. Причем как регуляция – это активация агрессии, а на более продвинутом уровне – подавление агрессии. Какое-нибудь хвостатое ядро конечного мозга занимается как раз подавлением агрессии. Это вот более высокий масштаб. На Корее, да, там какой-нибудь палеокортекс занимается обонянием и какими-то уж совсем тоже базовыми эмоциями. Архи – это вот гиппокамп, морской конек, лимбическая система, эмоции, ну такая высшая регуляция этих самых эмоций и память уже что-то такое более-менее приличное. А неокортекс – это уже мышление. И в процессе взросления ребенка оно вот так потихонечку и формируется. Вот, изнутри наружу, помаленьку-полегоньку. Понятно, что если мы будем плясать от древних людей, мы там видим сразу все эти элементы, потому что возникли-то они сильно раньше, еще там на уровне ранних млекопитающих и там рыб каких-то тогда. Но масштабы и пропорции этих частей, они не одинаковые. То есть если мы посмотрим на каких-нибудь там полуобезьян, у них новые коры совсем немножко наверху. Если мы посмотрим на нормальных обезьян, коры уже сильно больше. А если мы посмотрим на человека, у нас уже очень большой такой мозг, покрытый бороздами извильными. И примерно такой же путь проходит мозг у ребенка. То есть у эмбриончика, у него вначале вообще там нервная трубка, потом передняя часть разделяется на мозговые пузыри, они вздуваются. И конечный мозг, который потом будет покрыт новой корой и будет работать, поначалу он далеко не самый большой, он какой-то даже и невнятный, честно говоря. Никаких борозд и извилин там нету. И даже мозолистого тела, который правую и левую сторону будет соединять, тоже как-то не особо заметно. Но к моменту рождения это все более-менее формируется. И прямо на глазах начинает работать. Ну, прямо по полной программе. Есть замечательнейшие эксперименты, когда, например, берется беременная женщина, то есть ребенок еще не родился, и рядом производится звук, какой-нибудь там тик-так, например. Ну, что-нибудь такое. Ну, какой-то нейтральный, чтобы он там не повредил никак. А потом замеряют активность мозга вот этого нерожденного ребенка и повторяют эксперимент. И выясняется, что мозг ребенка при втором, третьем, третьем, четвертом, пятом прослушивании он специфически на это дело реагирует. То есть он запоминает вот эту последовательность тик-так и начинает обрабатывать ее как уже знакомую информацию. То есть получается, что ребенок еще не родился, а мозг у него уже работает, уже что-то запоминает. Ребенок, он информацию впитывает в первые годы со страшной силой. Ну, потому что новорожденному какому-то древнему там ликопитающему или там объединенку, да, надо было быстро-быстро-быстро учиться. У нас вроде как эта необходимость уже и пропала, а все равно таки реализуется. И очень хорошо, что реализуется. Это очень правильно. Потому что у нас врожденных форм поведения практически нету. То есть все, включая как ходить, мы все должны выучить, всему должны научиться. И благо, что предки жили трудно, нелегко, все время помирали, мало-мальски что-то было не так, они сразу в гроб ложились. И остались только те, кто очень здорово может учиться. Но, собственно, как учиться? И чему учиться? На это тоже влияет наше прошлое. Ну, например, наше пищевое поведение определяется нашим прошлым. Но для человека, все-таки мы люди, пищевое поведение не самое главное. В этом смысле есть чудеснейшие эксперименты с обезьянами, с макаками. Когда макака сажается в помещение, есть окошечко, там можно нажать какую-то кнопочку, там дернуть за веревочку, и открывается окошечко, и можно заглянуть в соседнюю камеру. А в соседней камере делались разные вещи и смотрели, зачем обезьяна будет внимательнее наблюдать. Ну, чтобы держать окошечко открытым, надо там что-то произвести, какое-то действие, нажать на кнопочку. И смотрели, с какой радостью она нажимает на кнопку и как часто она это делает. А потом окошечко закрывается, она должна убежать и снова нажимать на кнопочку. Ну, соответственно, насколько бодро она будет это дело производить. Оказалось, что на первом месте по важности были другие обезьяны. То есть самая важная ведущая форма поведения для обезьян – это общение. И у детей то же самое. То есть, по крайней мере, до некоторого возраста самое главное для детей – это общаться. На втором месте, по любопытности, оказались паровозики. То есть вот там была игрушечная железная дорога, и по ней ездил паровозик. Это что-то из ряда вон выходящая обезьяна, такое никогда раньше не видела. И на это она была готова тоже пялиться. Но обезьяны важнее. Значит, на третьем месте только была еда. То есть, ну, может быть, это были очень сытые обезьяны, потому что все-таки они экспериментальные были, там вряд ли их морили голову голодом. Но, тем не менее, пищевое поведение оказалось менее значимым, чем любопытство. И уж тем более, чем общение. Ну и на последнем месте оказалась пустая камера. Ну, то есть, когда там ничего нет, ну, они там заглядывали, ну, второй раз или там третий, особо кнопку эту не нажимали уже. То есть, им это было уже неинтересно. И у детей ровно то же самое. То есть, получается, что пищевое поведение, как бы база, вода, есть, но если сытость имеется, то ребенок начинает уже играть. Ну, паровозики. Соответственно, играть лучше всего с другими детьми. Это уже общение. И на ископаемых остатках мы это видим на самом-то деле. Ну, в виде либо вот этих древних игрушек, о которых я уже говорил, либо в виде взаимодействия этих детей, в виде вот этих следов, которые там прыгали за мячиком каким-то. И важно, кто учит на самом деле. То есть, опять же, наше прошлое влияет на наши способности к обучению, и в том числе на учителей. То есть, это вроде как свойство уже не совсем ребенка, да, но на кого ребенок больше всего обращает внимание. Поскольку нашими учителями до исторических времен, а в основном были альфа-самцы и какие-то там альфа-самки, ну, прежде всего альфа-самцы, то идеальный учитель должен быть бородатый, пузатый, лысый, мордатый и большой. Вот это как бы идеальный учитель. Ну, такой там поп-толоконный лоб. И таких детей лучше слушаются. То есть, если мы посадим кучу детей, да, и посмотрим, кого они там слушают, кого они не слушают, то вот так они будут слушать лучше. А если это какая-нибудь утонченная учительница, изящненькая, маленькая, ее слушать будут хуже. Но, в отличие от обезьян, у нас для предпочтения вот этих учителей есть еще и интеллект на самом деле. Потому что и дети, и учителя еще вкладывают какой-то смысл в это обучение. И принцип обучения у нас, у обезьян, разный. Ну, чем меньше возраст, тем более похожи, понятное дело, да, но чем старше, тем больше отличается. У обезьян обучение происходит обычно только подражанием. И целенаправленного обучения практически никакого нет. То есть, просто детеныш смотрит, что делают взрослые, и у них учится. Ну, собственно, поэтому лучше всего учится у самых старых, опытных особей. Потому что если они старые, значит, они дожили до этого старого возраста, значит, они самые опытные просто по факту своего существования. Потому что если эти предки какие-то делали что-то не так, они уже все померли, и учиться уже не у кого просто, да. А кто выжил, и вот самый вот этот вот откормленный, сытый, мордатый, здоровенный, он самый будет живучий. У него самый богатый жизненный опыт, на него надо ориентироваться, понятное дело. Собственно, так оно и происходит. Но обезьяны, соответственно, не учат никогда. То есть, взрослые что-то делают, ну, там, колют орехи, скажем, камнями, да, а детеныш просто смотрит и делает примерно то же самое. Это, в частности, выражается, что у обезьян практически отсутствует указующий жест. То есть, они никогда не показывают ни на что. А люди показывают. И детишки, там, с 6-ти месячного возраста и понимают указующий жест, и используют указующий жест. Если мы шимпанзе что-то на что-то будем пальцем тыкать, она будет на палец смотреть, а не на то, на что мы там показываем. Ребенок с некоторого момента понимает, что смотреть надо не на палец. Вот маленький ребенок на палец будет смотреть, вот, а где-то уже там ближе к году будет смотреть, куда мы показываем. И отлично это воспринимает. И у нас есть стремление учиться и стремление учить, на самом-то деле. Чем мы от обезьян, принципиально, отличаемся. Вот. Включается уже смысл какой-то. То есть, мы можем придать какой-то глубокий смысл. Ну, в стандартном исполнении родители учат, и плохому они стараются не учить. Ну, потому что они заинтересованы в выживании ребенка. Поэтому то, чему учит родитель, это самое оптимальное поведение. И ребенок будет подражать старательно. И этим тоже отличается от обезьян. Ну, замечательно, на эту тему есть эксперимент. Когда делается ящик, в ящик кладется вкусняшка, конфетка, например, и есть куча всяких запорчиков. Предлагается все это дело открыть ребенку. Или объединенку. Ну, сами они открыть не могут толком, да. Им показывают, как это сделать. Вот, показывают. Здесь надо крючку повернуть, здесь крючочек поднять, здесь крышечку открыть, там еще что-то такое повертеть, и достаем конфетку. Но нюанс в том, что большинство вот этих телодвижений крышечек и крючочков, они к открыванию отношения не имеют. Можно просто откинуть крючок, открыть крышку и достать. Все. А вот эти все боковые ручки и завертушки, они как бы ни при чем. И тут большая разница, как обезьяна делает, и как ребенок делает человеческий. Обезьяненок, детеныш обезьяны, ну, шампанзенок, например, он вначале старательно повторяет все за экспериментатором, а потом то ли он половину забывает, то ли он больше склонен экспериментировать и на своем опыте учиться. Ну, тут как бы одно от другого трудно отделить, но довольно быстро приходит к тому, что все вот эти телодвижения не нужны, а он просто откидывает крючок, открывает крышку, достает вкусняшку. Все. И очень быстро до этого доходит. То есть он склонен учиться на своих ошибках и на своем личном примере. А подражает, как бы да, подражает, но не слишком упорно. А человеческий ребенок упорно это делает. И человеческий ребенок, он вот все эти крючки крутит, все эти крючечки поднимает, да, и делает максимально в той последовательности, как его научили. Ну, что-то он путает, забывает, понятно, да, но очень старается повторить, как за взрослым. Более того, если появляется другой экспериментатор и говорит, знаешь, вот это можно не крутить, а сразу доставай конфетку и все дела. Многие дети, ну, некоторые так и делают, а некоторые говорят, нет, а мне дядя сказал, что надо ручку повертеть, поэтому я теперь буду ручку вертеть. Ну вот, со стороны это выглядит, как некоторая туповатость на самом деле, по сравнению тем более с обезьяной, да, которая просто открывает и достает. Ну вот, зачем вот эти лишние телодвижения? Вот, а это на самом деле эволюционно отобранное. То есть наше прошлое тут на нас ядреннейше влияет, поскольку предки, как я уже сказал, ничему плохому не учили. И ребенок должен был максимально повторять действия взрослые, потому что иначе он просто помирал. Потому что деятельность у нас сложнее, чем у обезьяны. Обезьяна может учиться на своем опыте, там задачи простые, ну и детская смертность там запредельная, да, а у нас даже и с этим-то детская смертность там под 90% может быть. Ну вот, а если еще и не делать, как научили взрослые, которые заинтересованы, чтобы ребенок выжил, то тогда как бы выжить, получается, вероятность очень невелика. И данные вот по этим детским скелетам древним это подтверждение. Ну вот, проблема-то в том, что в нынешней современной реальности часто учат не те, кто заинтересован в благополучии ребенка. И отсюда вырастает вот та самая аксиома, что плохому научить легко. И плохому легко учиться, потому что, ну, просто учатся хорошо. Не плохому учатся хорошо, а в принципе учатся хорошо. А вот переучить обратно бывает очень сложно. Потому что вот эта упертость, она у человека есть, да, вот уж как научился, так и научился. Вот отсюда вырастает, кстати, куча всяких косяков. Типа там религии какой-нибудь, суеверий, ну, каких-то там, ну, мусора, короче, в голове, которые к реальности отношения не имеют. Что там, кошка перебежала дорогу, да, я всего по этой дороге не пойду. Ну, вот почему, откуда, кто, когда там все это придумал, бредите, ну, да, ну, вот так научили, там, дедушка сказал, что нельзя после кошки переходить, и до конца жизни человек будет рогами в операции не переходить за кошкой. Даже когда ему это будет вредить, на самом деле. Ну, потому что вероятность ошибочных вот таких вот научений, она все-таки не такая большая, а если я чему-то не научусь, то я помру практически гарантированно. Поэтому лучше выучить все подряд, включая какой-то дребедень, ну, вот если она не сильно жизни вредит, как бы, да, немножечко, как бы, вредит несущественно, то лучше я и дребеденью буду заниматься, но зато буду маниакально выполнять все вот это вот дело. Но современное общество-то поменялось, мы живем уже не как охотники-собиратели, и поэтому для нас вот эти побочные ошибочные формы поведения, наученные, могут оказаться фатальными, и целое общество могут под это подпасть, потому что так дядя с бородой сказал. То есть у человека наше прошлое может нас тянуть и в хорошие вещи, и в не очень хорошие вещи. Но для этого у нас есть мышление на самом-то деле, и мышление у детей формируется, вот если оно формируется хорошо, если дети не просто чему-то учатся, а учатся думать, что, собственно, свойства наших предков тоже в немалой степени, то тогда и конкретный ребенок, ну а если таких детей много, и общество в целом выигрывает, а иногда заносит, да, не туда, получается ерунда. Поскольку наше прошлое влияет на наше настоящее, таким же образом наше настоящее в какой-то момент станет нашим прошлым и будет влиять на наше будущее, которое будет нашим настоящим. И мы из исторических примеров видим, что в прошлом хорошее поведение приводило к усложнению обществу его развитию, плохое поведение или какое-то неадекватное поведение приводило к деградации, разрушению цивилизаций, культур и вымиранию. Если современное общество маломальски преуспевает, это говорит о том, что его предки вели себя в целом хорошо и как бы правильно, ну потому что иначе нас бы не было так много, мы бы не заняли такую гигантскую территорию и не жили бы так долго и припеваючи. Но, соответственно, никакой гарантии на будущее это не дает на самом деле. То есть, опять же, исторические примеры показывают, что прошлое, оно гарантирует настоящее, но оно только косвенно гарантирует будущее, а будущее гарантируется именно настоящим. Поэтому если мы сейчас будем вести себя неправильно, мы можем испортиться. Поэтому мораль проста, незамысловато. Любите детишек, учите их, растите их, давайте им все возможное, но давайте им осознание того, что их благополучное существование это не самозначащая вещь, то есть она не автоматически происходит, а это потому, что предки старались и вы лично стараетесь. И тогда детишки это будут ценить, для них это будет не просто саморазумеющаяся штука, а это будет ценность, которую надо беречь, которую надо развивать. И тогда детишки будут беречь, и развивать, и в будущем нам будет гораздо лучше, чем сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!